Всем привет дорогие зрители! Вы снова на канале правильный выбор, канале на котором вы всегда найдете массу интересных рейтингов и топов на свежие товары из самых разных категорий. В этот раз я расскажу об умной электронике, куда сейчас без нее, а именно об умных розетках. С их помощью можно настраивать и управлять энергетическим балансом вашего дома, причем делать это не вставая с дивана. В топе будет 7 интересных устройств и если вам что-то понравится, то можете сразу спуститься в описании к видео. Там я оставлю необходимые ссылки на все модели из рейтинга. Начнем пожалуй. Весьма простая и доступная модель навигатор NSHST01. Внешне самая простая на вид розетка, но внутри скрывается большой потенциал. Устройство умеет интегрироваться в несколько основных систем умного дома, Google Home, Amazon Alexa, умный дом Яндекса. Благодаря этому можно удаленно контролировать работу различных бытовых приборов и домашних устройств. Кроме того, розетка оснащена счетчиком потребления энергии, который при запросе подскажет, сколько электричества через нее прошло. Для тех, кто любит спрогнозированный ритм жизни, есть специальные конструкции, позволяющие настраивать сценарии включения-выключения. Для более тривиальных задач можно использовать простейший таймер отключения и включения. Подключается розетка к сети посредством интерфейса Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. А управлять можно непосредственно со смартфона после установки специального приложения Smart Home от навигатор. В общем, довольно простое для применения устройство. А я хочу напомнить, что на нашем канале правильный выбор всегда много подборок самой разнообразной техники и электроники. Поэтому лучше вам подписаться, ну и нажать на колокольчик. А это вариант умной розетки от знаменитого бренда производителя коммуникационного оборудования. Модель TP-Link TAPO P100 имеет классическое для такого типа устройств представление. Обычный прямоугольный корпус из пластика, разве что немного вытянутый в высоту. Но размеры достаточно компактны для того, чтобы не мешать основной розетке. Внутри установлены модули для подключения к смартфону и сети через Wi-Fi или Bluetooth. Для комфортного управления разработчики устройства сделали специальное приложение. Довольно простое, но функциональное. Можно устанавливать комплексные расписания или же включать отдельные таймеры для локальных задач. Это поможет избежать порчи электроники и бытовой техники, а также сэкономить электричество дома. Интересной является функция «Нет дома», позволяющая имитировать присутствие жильцов за счет периодического включения и выключения определенных устройств, например, ламп или телевизоров. При отключении от сети розетка автоматически запомнит последние настройки. Модель весьма простая как для освоения, так и для эксплуатации. Поэтому подойдет всем возрастам и уровню владения техникой. Если розетка вам понравилась и хотите узнать о ней больше, просто пройдите в описании к видео, там собраны ссылки на все модели из ролика. Модель умной розетки EKF Connect Wi-Fi с довольно большим запасом мощности. Внешне выглядит весьма традиционно – квадратный корпус, вилка и розетка, используемый для подключения интерфейс Wi-Fi. Для полноценного управления всем функционалом есть специально разработанное приложение – простенькое и понятное рядовому пользователю. Розетка взаимодействует с инфраструктурой большинства систем умного дома, а также умеет работать с их голосовыми помощниками, например с Алисой или Марусей. Набор возможностей достаточно широк, хотя и не полный. Можно удаленно управлять включением и выключением, выставлять таймер, составлять расписание для повседневных задач. Ну и управлять голосом, конечно, если есть голосовой помощник. В общем, весьма простая модель на каждый день. А пока я перехожу к следующей модели, вы можете поддержать наш канал правильный выбор своим лайком. Еще одна интересная модель – DIGMA DIPLUG 400 DIPLUG. Причем за довольно демократичную цену, она представляет собой разветвитель на две розетки. Кроме того, есть и пара USB-портов типа А. Управляется розетка через Wi-Fi с помощью специального приложения от производителя. По идее, для модели предполагается собственная экосистема умного дома DIGMA Smart Life. Но и в других она чувствует себя неплохо. Например, в системах под управлением Алисы и Маруси. Из базового функционала доступны составления расписания для повторяющихся задач, таймер для разовых задач. Интересно, что розетка позволяет также создавать некоторые автоматические сценарии, которые могут срабатывать на определенные триггеры. Этакий вариант программирования ответа на различные события. Например, при подключенных в системе датчиках можно брать данные с них и реагировать на разные показатели. На корпусе розетки имеются индикаторы и кнопки активации для каждого слота. То есть можно вообще отключить отдельно правую или левую розетку. Интересная функциональная модель с хорошим потенциалом. Кстати, если у вас есть что сказать интересного по поводу моделей, представленных в топе, не сдерживайтесь, пишите в комментариях свои мысли или отзывы. Модель от TP-Link уже встречалась в топе, а эта TP-Link TAPO P110 предназначена для более высоких нагрузок в сети. В частности, максимально допустимая мощность подключенного прибора составляет 3680 Вт. Внешне же она выглядит как самая обычная розетка с немного удлиненным корпусом. Кстати, возможно из-за этого ее не получится комфортно использовать в плоских тройниках, так как она будет мешать. Что касается внутренностей, то есть модули для подключения через Wi-Fi или прямого сопряжения со смартфоном через Bluetooth. Розетка прекрасно интегрируется во многие системы умного дома и может управляться голосом через помощников Алису или Марусю. Из возможностей можно выделить простые таймеры включения и выключения, установку расписания, ну или прямое управление через приложение. Особо стоит отметить режим нет дома. В этом режиме розетка будет включать присоединенное устройство периодически, создавая видимость присутствия жильцов в помещении. Кроме того, в розетку встроен механизм учета потребления электроэнергии, который всегда можно проверить через приложение. Отличная модель для дома или офиса. Многофункциональная модель Xiaomi ZN-CZ05CM Mi. Внешне имеет классические черты Xiaomi, мягкие формы и светлые тона. Корпус изготовлен из специального устойчивого к возгораниям пластика. Стоит отметить наличие встроенного датчика температуры, который не даст розетке перегреваться при высокой нагрузке. В остальном же розетка умеет выполнять запрограммированные сценарии или включаться по таймеру. Интеграция возможна как с собственной экосистемой умного дома Xiaomi Mi Home, так и в аналогичные, например от Google или Яндекс. Соответственно и управлять можно с помощью голосовых помощников от этих компаний. Для управления разработано несложное и дружелюбное приложение, предоставляющее весь необходимый функционал. Высокотехнологичная и недорогая модель розетки. Максимально простая розетка от Яндекса. Ничего лишнего как внешне, так и в функционале. Модель Яндекс YNDX307B имеет черный цвет, который подойдет к такому же темному интерьеру. Отмечу, что такая же модель есть и в белом цвете. Как можно догадаться, розетка интегрирована в систему умного дома Яндекса, а значит ею можно управлять с любого устройства с Алисой при условии, что оно также входит в эту систему умного дома. Для подключения используется интерфейс Wi-Fi. Розетка имеет встроенный датчик определения мощности, с помощью которого можно определить количество потребляемой энергии. С помощью Алисы или приложения можно настроить примерные сценарии использования прибора от этой розетки. Ну или выключать и включать одной кнопкой и голосовыми командами. Самая простая и доступная модель умной розетки, легко интегрируемая в существующую систему умного дома Яндекса. На этом розетки у меня закончились, я надеюсь вам понравилась эта подборка и если да, то поставьте лайк этому ролику. А еще лучше подпишитесь на наш канал правильный выбор и поставьте колокольчик. Интересные для себя модели из ролика вы сможете найти по ссылкам в описании к этому видео. Ну и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!